Чувашия Праздничный день в столице Чувашии начался с открытия сразу нескольких объектов. Новая линия по производству конфет заработала на Конде. Кроме того, завершилась реконструкция первой очереди Московского моста. На реконструкцию в целом было выделено полтора миллиарда рублей. Сейчас строители освоили половину. Более 600 миллионов выделил федеральный бюджет, более 130 – республиканский. Этот мост строители называют особенным. Особенность моста – это то, что современные способы строительства позволяют сделать его монолитным. То есть увеличена долговечность. Применены современные материалы гидроизоляции. Уложен современный асфальчима, который хорошо отводит воду. Срок службы объекта – не менее 50 лет при должном ремонте и уходе. Уже в начале месяца генеральный подрядчик приступил к строительству второй очереди моста. А во второй половине 2018 года шестиполосный Московский мост будет полностью открыт для движения. А в новом городе и микрорайоне Садовой появились детские сады. Новым жителям и их родителям необходимы образовательные учреждения в шаговой доступности. Мы очень рады, что наконец-то наступило наше долгожданное открытие нашего садика. Мы очень этого ждали. Я – мама троих детей. У меня дочка младшенькая, нам 3,5 года. Мне лично нужна обратная связь для того, чтобы минимизировать при принятии и политических решений, и управленческих решений, чтобы минимизировать ошибки. И у нас на самом деле получается. И тем самым создается благо для всех нас и прежде всего для наших детей. В праздничные дни работал Международный экономический форум. В его рамках прошли круглые столы и конференции. Пленарное заседание вновь привели в формате делового завтрака. Ведущие эксперты, руководители предприятий и представители общественных институтов проанализировали тренды глобальной экономики и определили точки роста регионов. Японско-российское отношение – это существует три задачи. Депрификация сотрудничества области. И второй – это содействие продоведения малоследовательных предприятий. Третий – это расширение территории. Я не знаю, насколько чуваши знают, но польское хозяйство очень на высоком уровне. Есть о чем поговорить. Еще одна информационная площадка развернулась в Федеральном центре травматологии и эндопротезирования. Там прошла девятая межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов». Этот медицинский форум проводится в нашем центре травматологии ежегодно и всегда собирает много участников. Восемь лет медицинский центр оказывает высокотехнологичную помощь по своему профилю не только жителям Чувашии, но и пациентам из других регионов и даже стран. За это время врачам удалось завоевать высокий авторитет в медицинской среде. По оценкам Минздрава России и самих пациентов, он – один из лучших в России. Если взять 10 лет назад, одна тысяча жителей только могли воспользоваться высокотехнологичной медициной, сегодня практически эти показатели увеличились в 10 раз. По разным направлениям практически, включая операции на сердце, и по онкологии, и по остальным. Но и дальше это тоже будем развивать. Традиционно в День Республики в Чувашии проходит фестиваль «Родники России». В этом году он юбилейный, 25-й по счету. Творческие коллективы со всей страны выступили на различных площадках столицы и республики. За четверть века фестиваль по праву стал одним из самых ярких, масштабных творческих форм в культурной жизни не только нашей Чувашии, но и всей страны. Фольклорные, хореографические, инструментальные. Всего 26 художественных коллективов из разных уголков нашей Родины приехали в этом году в столицу Чувашии. Почтение от фестиваля? Великолепное. Позитивное. Мы не три года назад были на этом фестивале, нам очень понравилось. Вот теперь с удовольствием приехали еще раз. Привезли дружбу народов. Дружбу народов. Что насчет? Было. Татары, Чуваши, евреи, Дагестан. Русские? Русские, да. Вот такая вот большая семья. За шествием творческих коллективов могли наблюдать участники другого конкурса. Русь мастеровая собрала на Чебоксарском Арбате шедевры народного творчества. В Чебоксар приехали умельцы более чем из 20 регионов страны. Жители старинного города Колуа Мурманской области представили на суд жюри игрушки из бисера, которые славятся на всю Россию. У нас город славится и рыбой, у нас город славится, у нас коренное население Саамы. А игрушки из бисера? Делаем только мы. Ну вот такая тема, нам понравилась, это делаем только мы, поэтому это наше. Здесь вот, например, представлено и ткачество, бестанковое, что сейчас почти никто этим не занимается. И обычное бисерное низание, чем занимаются все. Но в соединении оно дало ту работу, которую мы хоть сегодня представляем на конкурсе. По правилам конкурса мастера за 8 часов должны создать произведение искусства, которое оценят члены жюри. Конкурс «Русь мастеровая» проходит в Чебоксарах в 15-й раз. Количество его участников увеличивается из года в год. 24 июня сразу в шести районах Чувашии состоялся Акатуй. И самый красочный на главной площади столицы республики. Йорт-йорт-плажа, майор-плажа! Здесь, айор-плажа! А рядом со сценой разместилась эта деревня. Здесь тоже пели, плясали и веселились вовсю. Раньше наш чувашский народ использовал любые инструменты, которые есть у нас в быту. Пилы, косы, ну и, конечно же, петли. А что это такое? Это такая крышка, которая закрывается русскую, ну, в печь закрывается. Так. Ее как можно использовать? Видимо, каблуками, да? Да. Сладете ее и танцуете под мелодию. Так. Тан-тан. У коллектива из Ядеринского района не было экзотических инструментов. Зато было угощение. Мы сегодня угощаем такой великий праздник национальным чувашским допитком пивом, который чуваши наши, предки наши. И мы готовим к великому празднику такому. Хмель нужно варить обязательно три часа, добавляя постепенно воду. А я могу попробовать? Конечно. Очень вкусно, очень мягко. Тысяча голосов из 32 регионов страны. День республики в Чебоксарах выступил детский сводный хор России и Чувашии. В Генреспублике многие участники хора учились специально к выступлению. Говорить на Чувашском непросто, а петь еще сложнее. Звуки произносятся не так, как у нас, и необычно очень это, но интересно. Два дня, три репетиции, одна из которых на главной сцене, около монумента матери-покровительницы. Ребята уже успели показать себя на открытии Олимпиады в Сочи. Их принимала сцена Мариинского и Большого театров. Им рукоплескал Крым. Поэтому ливий на Чебоксарской площадке для них не помеха. С каждым годом увеличивается и количество участников другого традиционного для Дня Республики конкурса – фестиваля фейерверков. В этом году в пиротехническом шоу приняли участие пять команд. Из Чебоксар, Симферополя, Баку, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Команда оценивала профессиональные жюри и зрители. Проголосовать можно было на официальном сайте Республики. В итоге гран-при фестиваля получила чебоксарская команда «Пироснаб по Волжье». Номинацию за лучшее музыкально-художественное воплощение взяли пиротехнические дворы Петергофа. За создание яркого образа наградили большой праздник Баку. За лучшее воплощение фантазии огня – Пономарев Пиротехникс из Екатеринбурга. Лучшим в постановке фейерверочного шоу стал «Корсар» – город Симферополь. Эта же команда получила приз зрительских симпатий. Чуть менее масштабный, но также красочный прошел День Республики в муниципалитетах. Самым ярким был праздник в Парецком районе. Облако белое, чистое облако, белая краска. И вот там облако. Лев Николаевич Толстой что сказал? Самое большое счастье для человека – это возможность общения с природой. Даже не общение, а возможность. И вот я каждый этюд считаю – это кусочек счастья по Толстому. И я дарю это все людям. Провели довольно-таки большой объем работы в райцентре, в селе Парецкое. Были построены новые дороги. Отремонтирована наша святыня и покрашена, во всяком случае, многие уже десятилетия не крашена. Это колокольня Троицкого собора. И очень ждали люди, например, сданы 2,6 километра очень разбитой дороги республиканской, Бахмутово-Мишу-Квардат, которые очень просили люди в письмах, жаловались и так далее. К Дню Республики все это сделано, и людей сейчас радует. Ко Дню Республики приурочили и открытие нового фельдшерско-кушерского пункта в селе Козловка. Это уже шестой фаб в Парецком районе. Парецкая земля богата талантами. Это подтвердила и огромная экспозиция под открытым небом. Картины известных художников, изделия народных мастеров – это и многое другое можно было увидеть, заглянув на праздник. На главной сцене вручили награды тем, кто внес особый вклад в развитие района. Отмесили труды фермеров, комбайнеров, медиков, учителей, работников культуры. Таким был День Республики 2017. Продолжение следует... Продолжение следует...